Здравствуйте, уважаемые друзья! На связи Алексей Кузьмичев и в сегодняшнем видеоуроке мы с вами будем создавать один очень популярный эффект под названием эффект драгона. Данный эффект очень хорошо используют для создания различных драматичных снимков, в частности он очень хорошо подходит для фотографий пожилых людей, потому что позволяет подчеркнуть различные морщины, неровности кожи и создать, еще раз повторюсь, эффект драматизма. Ну что ж, давайте приступим. Я буду работать вот с таким вот снимочком. Первое, что нам с вами необходимо сделать, это перейти в пункт каналы и загрузить выделение синего канала. Для этого нажимаем клавишу Ctrl и щелкаем по нашему каналу. У нас загружается выделение, возвращаемся во вкладку слои и теперь создаем корректирующий слой. В данном случае я буду использовать уровни. Также можно использовать любой другой корректирующий слой, который имеет нейтральные настройки. Здесь мы ничего не меняем, просто закрываем данный слой и поставим режим наложения на умножение. Данный слой мы с вами будем использовать для усиления теней, поэтому давайте инвертируем маску. Нажимаем комбинацию Ctrl и и маска у нас становится вот такого вот белого цвета. Чтобы лучше настроить воздействие этого слоя на фотографию, перейдем в пункт изображения, выберем здесь коррекция и выберем пункт уровень. При помощи этих ползуночков мы можем настроить воздействие данного слоя на снимок, мы можем регулировать переходы между светом и тенью и делать тени более контрастными, как вы видите. Вот примерно так оставляем. Нажимаем клавишу ОК и прозрачность данного слоя можно уменьшить примерно до 70%. Вот так вот оставляем. Теперь дублируем данный слой, нажимаем комбинацию Ctrl и J. Теперь этот слой мы будем использовать для усиления бликов на снимке. Поэтому давайте масочку этого слоя инвертируем, нажимаем опять Ctrl и и режим наложения теперь ставим уже на экран. Таким образом мы усиливаем блики на фотографии. Также переходим в пункт изображения коррекция уровней и подгоняем здесь наш эффект так, как нам нужно. Примерно так можно оставить, я думаю. Нажимаем здесь клавишу ОК и прозрачность у меня также стоит 70%. В принципе выглядит очень даже неплохо, поэтому я ее оставляю. И еще раз создаем корректирующий слой уровни. На этот раз маску мы зальем просто черным цветом, выбираем на палитре черный цвет и нажимаем комбинацию Alt и DEL на клавиатуре. Режим наложения для этого слоя ставим перекрытие. И теперь при помощи кисточки прозрачности нажим 100% белого цвета проходимся только по коже, чтобы добавить ей оттенок вот такой вот кричневатый. Сейчас снимок выглядит очень контрастно, поэтому мы понизим прозрачность данного слоя примерно до значения в 30. Вот примерно так. Чтобы кожа приобрела вот такой вот оттенок загара легкого. Ну и теперь давайте создадим корректирующий слой кривые и поработаем немножко с глазами. Для этого выгибаем кривую вот таким вот образом вверх. Заливаем опять маску черным цветом, уменьшаем размер для кисточки, выбираем на палитре белый цвет и аккуратно прорисовываем глаза, чтобы сделать их посветлее. До и после. Так. И следим, чтобы у нас эффект не залазил на веки. Проходимся по векам. Оставляем эффект только на глазах. До и после. Вот так. Теперь создаем объединенную копию всех наших слоев, нажимаем комбинацию Shift-Ctrl-Alt-E на клавиатуре, преобразуем данный слой в смарт-объект, щелкаем по нему правой клавишей, выбираем пункт преобразовать в смарт-объект. И теперь идем в пункт фильтр, выбираем здесь другой цветовой контраст. Данный шаг мы делаем для того, чтобы еще больше усилить контраст цвета и тени на фотографии, поэтому здесь выбираем настройки, примерно радиус ставим на 25 пикселей, нажимаем ОК. Режим наложения ставим на перекрытие. Так. И смотрим. Если нас результат не устраивает, то можем заходить в настройки фильтра и менять уже здесь, так как нам нужно, радиус. В данном случае лучше всего использовать 10 пикселей, на мой взгляд. Данный параметр у вас будет отличаться, так как вы будете работать с другими фотографиями, поэтому вам необходимо будет его подбирать опытным путем, смотря на результат, примерно, чтобы он выглядел вот так же, как у меня сейчас. Здесь нажимаем ОК. Теперь создаем еще одну копию наших слоев, нажимаем комбинацию Shift-Ctrl-Alt-E на клавиатуре. Опять преобразуем ее в смарт-объект. И опять идем в пункт фильтр, выбираем здесь другой цветовой контраст. В данном случае мы будем использовать данный слой для усиления резкости. Ставим примерно значение на 4 пикселя, я думаю, нажимаем ОК. И режим наложения ставим либо жесткий свет, либо линейный свет. В зависимости от того, какой результат нам больше нравится. Также смотрим. Если необходимо, можно подкорректировать радиус воздействия. Примерно 2,5 давайте поставим. Нажимаем ОК. И теперь уменьшим чуть-чуть прозрачность нижнего слоя, примерно до значения 70. Вот таким образом. Ну и дополнительно вы можете еще понизить насыщенность всей фотографии по желанию. Для этого создаем корректирующий слой цветовой тон насыщенности. И здесь перетаскиваем ползунок насыщенности чуть-чуть влево. Примерно до значения минус 30. Чтобы получить вот такой вот результат. Данный шаг не обязательно. Его делать можете не делать. Просто к тому, как больше нравится. В данном случае мне эффект нравится вот таким вот. С такой вот насыщенностью. Поэтому я оставлю так. Теперь давайте объединим все слои в отдельную группу. И посмотрим, что у нас получилось. Итак, вот фотография, которая у нас была в самом начале видеоурока. И вот чего мы с вами добились в процессе ее обработки. Я надеюсь, вам данный видеоурок понравился. С вами был Алексей Кузьмичев. И до встречи в следующих видеоуроках. Субтитры сделал DimaTorzok